так что у нас дальше потолок зашпаклевали плинтус наклеили появилась эхо прям хорошее сейчас будут шпаклевать еще два раза и стены тоже два раза шпаклевать здесь не до конца плинтус потому что будет кухонный гарнитур до потолка и пойдет потом над гарнитуром уже карниз дальше в ванной комнате нанесли гидроизоляцию собрали короб под инсталляцию и уже выложили часть плитки камера конечно не передает цвет ну и к тому же и освещение тут плохое поэтому может быть на камеру выглядит не очень ну и также второй раз зашпаклевали стены вторым слоем сейчас доделают ванную комнату потом будем ложить плитку уже в других комнатах решили делать не кварц винила все-таки плитку потому что у нее и теплопроводность лучше но и что-то кварц винил не нашли мы нужный вариант для себя нужного оттенка поэтому будем делать плитки так вот значит установили ванну к стене закрепил я ее с помощью герметика вот с этой стороны промазал кусок и вот здесь вот кусок промазал то есть у нас вот здесь вот видно что промазано это я сделал для того чтобы ванна не играла у нас когда мы будем купаться в ней вот ну и плюс тому сбоку мы снимаем фартук ножиком мы подрезаем герметик и можем ванну вытащить вдруг то надо будет заменить сифон вот ну и также снизу у нас канализация делал без гофры так в гофре скапливается грязь со временем поэтому лучше делать просто на трубах все привез краску для комнат для стен и декоративную штукатурку вот у нас первый слой декоративной штукатурки первый слой у нас получается краска второй слой уже сама штукатурка мы выбрали песочную скажем так песчаная буря называется или песок 3d еще и его называют с блестками он идет и с эффектом перламутра также он идет ну вот сейчас ребята до кончат стены дошпаклюют второй слой зашкурит и будем наносить декоративную штукатурку получается почти на весь дом вот это все уйдет кроме ванны и котельной вот это все на 30 тысяч рублей декоративная штукатурка в принципе по цене соответствует таким качественным обоим получается 3000 рублей где-то стоит штукатурка на 15 квадрат она идет приблизительно ну вот я бою примерно так же стоит хорошие на ту же квадратуру краска для стен можно даже получается дешевле я начал делать отверстия для точечных светильников в потолке как обычно в программе скетчап раскидал размеры все ну естественно уже вся проводка в потолке сделана под эти размеры для точечных светильников вот одно отверстие уже сделал и он там прям провод видно прям попал куда нужно вот у нас все размеры от стены и вот стоят крестики везде крестики разметил уже теперь беру балеринку выставляю на нужный размер для моих светильников это 83 миллиметра и сверлю отверстие в гипсокартоне но перед этим проверяю с помощью магнита если там профиль или нет если там будет профиль то нужно будет брать уже другую коронку для металла с магнит мощный неодимовый и проверяем вот профиль и слышу что там двигается саморез валяется и вот здесь у нас профиль то есть в точечный светильник он не попадет это очень хорошо результат вот такой получился все это делается очень легко главное разметить и с балеринкой для дерева отлично режет и гипсокартон естественно здесь вот прям в профиль попал поэтому с балеринкой у меня получилось прорезать ее чуть-чуть а потом уже с ножницами по металлу отрежу можно конечно и коронкой специальные для металла просверлить но стоит она дорого на один-два раза смысла нету вы